Человек лучше меня экипирован для съемок. Сегодня в городе небольшой рынок, довольно оживленно все. Наверное, по случаю суббот. Открыты магазины. Довольно необычное зрелище, здесь достаточно тихо. И тут я в поисках очередных приключений. Попадаю довольно людно. Вот всяческие сувениры. Видите, почему-то пишут в Сент-Ропе. Хотя, поверьте, я в Сент-Ропе не был. Но мне говорили, что там особо нечего смотреть. Все больше из-за жандарма знаменитого в исполнении Луи де Фюнесса. Вот это такие для соусов. Мед можно приобрести. Это все домашнее. Ну, и как все домашнее, стоит не дешево. Тем более во Франции. Вот так. И тут совершенно замечательное. Из оливок, из маиса. Всяческие блюда. Ну, вкус очень хороший. Конечно, когда здесь начинаешь жить, ты начинаешь кушать то, что и они. Чай всевозможный. Чай дорогой, кстати сказать. Здесь хороший чай всегда дорогой. И редкий во Франции. Франция не страна чая. Вот. Здесь вот выпечка домашняя. Вот и все. Люди собственными руками делают. Вот. Ну, это вообще умопомрачительное. Самое чудесное, наверное. И самое милое нашему сердцу. Вот. Лавка, да? Акцены вы сами видите какие. Ну, тем не менее, да? Можно попробовать при желании. Вот. Пикси. Очень вкусно. Вот. Ну, согласитесь, как аппетитно. Ну, сосисон, кстати, очень хорошо под вино идет. Ровно как и жамбон. Здесь идут у нас фрукты. Вот. Вот так вот. Такая бытовая совершенно картина, где обычные люди, это не для туристов сделано, а это обычные люди, которые здесь живут. Они приходят сюда покупать, кушать. Вот. Опять же, колбасная лавка. Вот. Вот дары моря, да? Можно приобрести вот. С рисом. Креветки на огромных таких. Вот. Значит, 9 евро стоит. Вот. Я думаю, что побольше, не побольше, наверное, дороже. Вот поменьше 9 евро стоит. Идем дальше. Люди, не торопясь, пьют свой кофе. Вот. Видите, я каждый день делаю какие-то открытия, потому что я не ожидал сегодня никакой рынок увидеть. Вот. Вот человек рекламирует китайские средства нарезки. Вот. Здесь у нас бижутерия. Очень интересная, я думаю, женщина. Но тут надо не только надо уметь это носить. Повторюсь, вот француженки, они умеют невообразимые вещи соединить на себе. И это всегда производит впечатление. Это вот для туристов, конечно, сумки такие, которые произведены в Китае. Ничего такого. сегодня просто субботнее утро. Я вообще шел к остаткам театра римского, да, по дороге зашел в ателье к мастерам по коже, к художнику, по бронзе человек работает. И вот неожиданно оказался на рынке, на котором не предполагал. Видите, вот совершенно непринужденно люди сидят. Вот. Там дальше вот я вижу, сейчас увидим вместе, чем этот человек торгует, но чем-то он торгует. Значит, это какой-то чудесный корень. Вероятно, он нас должен излечить. И... Бонжур. Человек говорит, чтобы я ему заплатил деньги. Вот за то, что... пардон, за то, что его снимают. Вот. Но это какой-то корень, вероятно, силу мужчины должен повысить. Мне это пока не грозит применение. Но все равно интересно. Вот. Видите, как человек вот умеет, да, какую-то ерунду продавать, а тут он все понаписывал, ради чего это все должно сработать. Вот. Ну, согласитесь, да, из старья, фактически, да, человек что-то такое сделал. Это вот в действии, как это у них происходит. Они умеют общаться, вы видите, вот человек это им сейчас, он сейчас продает на самом деле. Он не просто там праздные беседы ведет. Они умеют это делать, и я снимаю шляпу, Вот. Вот мыло, которым я уже как-то показывал, да, вот. Очень популярно у французов, так что камей и там все остальное это для тузенцева. Французы используют совершенно другое мыло. это я вам ответственно говорю. Вот. Здесь, к сожалению, такого особо ничего, видите, те же самые китайские одноразовые изделия. Вот. Сегодня суббота, но мэрия открыта, да. Вот наши всяческие гусики, мусики, шмусики. Вот. А вот это уже вероятно не совсем китайские вещи, да. Может быть. Я повторюсь, это выглядит очень убого все. Но когда они это на себя одевают, вот как они видят, да, это же вкус, он либо есть, либо его нет. Вот. И вот они совершенно незатейливые вещицы, да, они одевают, и это уже совершенно по-другому выглядит. Вот. Опять же, видите, я не вру, мыло это супер популярное, вот. у нас совершенно разные назначения имеет, привкусы, запахи и все остальное прочее. Как мы видим, видите, даже вот плиточка с видами фрежуса, я думаю, что я приобрету себе на память. Ну-ну, а сэпайн фото? Дакор, дакор. Вот. Люди говорят под фото, значит, не знаю, с чем это связано, как для меня, по-моему, это реклама лишняя, но вот некоторые, видите, довольно болезненно реагируют, что их там кто-то где-то снимает. Чеснок, кстати, очень популярный у них. Вот. Они его там во всякие соусы пихают и так далее. Вот у нас опять все на оливках. Анчоусы, да? Морожка маленькая. Здесь просто я начинаю хотеть кушать возле. Я сейчас буду текать отсюда, потому что реально хочется кушать после таких запахов. А вот рыбная лавка, да? Вот, пардон. Мы видим свежую рыбу там вот люди разделывают, как это все выглядит. Вот, видите, рыба. Видите, почему-то выгоняют, не знаю почему, но не любят они чтобы их снимали. Ну, не любят и не любят. Главное, не послали, да? Куры, картошка. Вот вот так вот сегодня рынок властвует. Спасибо большое. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как у них это все вживую происходит. Потому что здесь, кстати, хочу заметить, что на этом рынке это все люди, которые это производят, они же его и продают. То есть это кто-то из членов семьи, который пока другие работают, продает. титры что это это ? Продолжение следует...